Полетели. Одного слили. Теперь нужно куда-нибудь реализовать овердрайв на 640 урона. Кстати, тут уже что-то нестабильное у нас вылетает. Возможно, я просто коряво стреляю, либо у парня чего-то там стоит в плане защитника. Ой, красиво перевернули. Добивочный. Отлично, отработали. Теперь можно где-нибудь тут овердрайв юзать. По изитке прям. И по хопперу. Отлично. Еще одному хопперу тестли. Изитке. Еще одному хопперу пробовать. Отлично. Просто невероятно. Вот молот, конечно. Дает разработчик. Друзья, приветствую всех на канале. С вами Mortal Hero. И сегодня, во-первых, у нас пятница. Во-вторых, у нас на тесте молот, который пора уже исправлять. И пора уже разбираться, что же сейчас с молотом творится в игре. Поскольку у нас был видеоролик, там где молот совсем никакой был. Поскольку у нас не было урона стабильного. По словам вылетали циферки, там 50, 40, 150 и так далее. Думаешь, играешь вроде бы на слагере. Кучность огромнейшая. А цифры никакущие. Сегодня вроде бы вышло обновление, которое позволяет доработать молота нашего. Я хотел бы заглянуть, во-первых, на страничку со списком обновлений. Во-вторых, сразу же после этого влететь в бой. И протестировать и разобраться, насколько же молот сейчас хорош. Либо же пока что с ним что-то все равно не так. Доработана пушка молота. Увеличена зона поражения дроби. Чтобы минимизировать случай пролета дроби сквозь небольшие щели в цели. То есть, немножко доработали. И второй пункт. Добавлен механизм, позволяющий увеличить число дроби в выстреле. Без увеличения максимального урона для одиночной цели. Но, в принципе, наверное, все и так понятно. Мне хочется больше всего протестировать именно в самом бою. Тем более, у нас сегодня появились праздничные миссии. Дэмка вроде бы. И поэтому мы немедленно. Я взял себе дрона-бустер. Викинга-молот. Кстати, устройство не проверил. Нужен слагер для наглядности. Потому что в слагере есть хорошая, очень кучность. Выстрелав. Кстати, тут Тесла играет. Давайте все же новый бой, чтобы прям с самого нуля сыграть до конца бой. Поскольку сейчас еще бои у нас проходят. 15-ти минутные на выходных, парни. Вы, кстати, напишите в комментариях, кто уже поиграл, натестировал. Как вам 15-ти минутные бои? Я, если не ошибаюсь, нам хоть и сделали 15-ти минутные бои. Но само ограничение, я так понимаю, не убрали в битвах. То есть, как было там 10 мячей доставить, либо 10 жиггернаутов. Так все и осталось. Опа-на. Карта хорошая. Очень уверенно. Я, кстати, на корпус устройство совсем не то взял, которое мне нужно. Потому что я киберспортсмен. Киберспортсмены только используют защиту на корпус. Хотя мы можем даже и не менять. По сути. Мне больше интересно, как молот стреляет. У нас, конечно, парень залагал. По нему стрелять нет вариантов. Потому что сейчас снаряд полетит совсем не то, куда нужно. Первый стрел. 2460. Очень красивый. Прям стабильный. Ой, какой голдик интересный. Нифига себе. Голдик интересный. То падает. И не забрал. Не забрал. Помпуха забрала. Понял. Ладно. Ладно. Пусть будет так. Хорошо. Пусть голдик в мешане забрали. Просто, на самом деле, очень красивенький голдик. И было красиво. Ладно. Летим вперед только. Попробуем молот. Пока что урон стабильный. Это только, конечно, 2-3 выстрела. Но, кто знает. Может быть, дальше все так же будет. Пока мне, если честно, не хочется сглазить 1120 урона. Пока все очень красиво. Мне, конечно, скидывали информацию там, где отработчики говорили, что молот так и должен был работать, когда урон не проходил. Но, по-моему, все сейчас отлично. Умеют же отработчики, наверное, работать. Есть урон. Главное, чтобы после этого обновления другая пушка не понерфилась. И не пропала, скажем так, в плане игры в игре. Поскольку, как молота только испоганили, так на нем уже перестали все играть. Лично я перестал и никому даже не советовал. Пока что урон прям красивый. Пока что похоже на имбу. Честно. У нас 50 киллов. На этой карте ограничения. Мы можем все 50 киллов постараться на ней, наверное, бить. Тем более 15 минут на бои. Это прям без каких-либо проблем. Опять голодик падает. Я одного сливаю. И меня, к сожалению, Тесла разбирает. Но чувствую, что можно это молотить. Ой-ой-ой-ой. Я вспоминаю те времена, когда на молоте можно было убивать, уничтожать. И, по-моему, время пришло. По-моему, пока стабильный урон. Я одного урона не увидел. С циферками 5 и 10 и так далее. И, кстати, ну, может быть, конечно, других устройств. Что-то другое совсем будет. Хотя, ну, пока все отлично. Мы юзаем вордрайв. Просто троих забираем. Даже четвертого можно забрать. Даже пятого попробовать забрать. Можно там где-то сдалека. Урон, конечно, далека. Пока что такой себе. Но уже юрдрайв заканчивался. Помпуху слили, которая у нас голодик забрала. Не обиду человеку, если вдруг смотрит видеоролик. Но никнем очень забавный. 16 килов пока что на первом месте. Я просто рад, что молот возвращается, скажем так, в былые времена. И может уничтожать. 2160. Как раз то, что и нужно. Как раз те цифры, которые раньше были. 1180. Точнее, 1080. Как разрешение мониторов. Все красиво. Полетает. 15 килов. Сейчас урдрайв зарядим. 25 процентов, конечно, пока что рановато. Но можем скоро будем оформлять. Красиво. Странно, что, конечно, ограничения у нас в битвах не увеличили. Да, в плане килов. Все остальное. Потому что я сейчас чувствую, что я 50 килов набью. Ну, за сколько? Минут за 10, да? И 5 минут еще останется в бою. Как бы вроде бы мы тестируем 15-минутные бои. Но по итогу чувствую, завершать будем всегда раньше. Поэтому, парни, кто там уже успел, возможно, завершить бои. Раньше времени и частенько это делает. Напишите, что вы думаете. И сколько стоит сделать в матчах ограничения в плане килов. Потому что пока что я чувствую, мы идем на то, что завершить бою мы можем гораздо раньше. 56% вердрайва. Мы уже потихонечку накидываем урон красивенький. С маке можно зарядить. Не попал, к сожалению. Ну, блин. Молот, конечно, кайф. Я на молотке любитель катать. У меня, наверное, на молоте очень много наигранных часов. Да и опыта набито. Потому что молот, наверное, одна из моих любимых пушек. Хоть я всегда и говорю, там, изида, не знаю, рикошет какой-нибудь, еще что-нибудь. Но себе в профиль мы зайти. Топ на молоте, наверное, чуть ли не самое большое количество времени наигранных. По крайней мере, он находится у меня в топ-3 пушки. Которая... На которой я играю. А раньше частенько играл в пар-битвах. В пар-битвах данная пушка очень нагибала. Тем более, когда первое время она выходила, резистиков очень мало было. Потом только придумали Африку. На на кале вроде бы резист добавили. Кто помнит, парни? В кале резист был от молота 15% при полной прокачке. 10 без прокачки в 15% с прокачка давали. И довольно неплохо он справлялся. Тем более, в закрытках частенько юзали. Давайте прямо сейчас зайдем в профиль мой. Посмотрим, на какой месте моя пушка находит с молотом. А, я в профиль свой не могу нажать. Что за дела такие? То есть на других ребят посмотреть я могу. И разобраться, что у них на себя нет. Внезапно. Ну и ладно. Может быть после боя тогда заглянем. Посмотрим, насколько я там активно на молоте провожу время. Сейчас попробую овердайк зарядить. Поскольку меня уже потихонечку догоняют. Скажут, что я мишанин у вас. Играть не имеет. Тригинальный один килл. Поэтому сейчас попробуем зарядить по красоте овердайк куда-нибудь. А давайте прям тут. Меня хоть и пробили. Попробую выжить все же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Почти. Почти. Немножечко не хватило, конечно. Сейчас же меня быстренько уничтожили. Ну и ладно. 27 киллов. Равненько, конечно, идем. Там парень с резистом. Но на харьке. 1300 красиво. И добивочный сейчас нужно оформлять. Оп, красота. Есть. Но по-моему молот все же вернулся в исходное положение. Может быть даже стал еще лучше нагибать. Как по мне. Потому что дробинки вылетают все точно по цели. И нет такого момента, что чего-то не долетает до противника. Значит, что молот вернулся в исходное положение. Теперь можно просто рандом уничтожать. Хоть он сейчас и Тесла доминирует там в рандоме. Но молот шикарен. Просто шикарен. Мне эта пушка нравится. Не знаю почему. Но вот механика прям. Я ей доволен. Тем более с Викингом. Самое то, как раз атаковать, сбивать траекторию. Ой-ой-ой. Афантазировал в Мишане. Ладно, летим. Летим уничтожать. 32 килла. Наша задача сейчас завершить бой. Наверное, до 5 минут. Постараться, по крайней мере. И желательно, чтобы мы на первом месте еще были. У расходочки меня все уверено. Там пока что закупаться не нужно. У нас еще скидочки в игре. На днях будут действовать. Кстати, напишите в комментариях. Хотели ли бы вы, чтобы я завтра для вас снял видеоролик. С тем, какие же устройства брать на пушки. То есть, видеоролик больше, скажем так, информационного характера. Я зайду в гаражик, объясню, расскажу, какие пушки и какие устройства на них брать. Которые я бы вам лично посвятовал. Поскольку у нас на канале огромное количество видеороликов. По тесту того или иного вооружения. А именно, прям собрать в одном видеоролике. Показать и рассказать вкратце. Какая сейчас пушка. И с каким устройством очень сильно доминирует в матчах. И в принципе, на каких бы устройствах я играл бы сейчас в данный момент в игре. И вы-то там уже отталкиваясь от этого. Завтра приобретете себе какие-нибудь интересные устройства. И будете радоваться и в игре. Поэтому напишите, что вы думаете. Если, конечно, досмотрели до этого момента. Если досмотрели, напишите обязательно в комментариях. Я заодно проверю. Это небольшая проверочка в нашем видеоролике. Кто досмотрел. Красавчик. Респект и уважение. 96%. Меня уже жестко перегоняют. Когда обнова будет, парни? В чате пишут. Наверное, не в курсе. Либо чего-то случилось. Но, вроде бы, пока что все нормально. Я, кстати, защитой играю. Поэтому за этот моментик тоже отдельный респект. Только теперь мне, а не вам. Полетели. Одного слили. Теперь нужно куда-нибудь реализовать овердрайв на 640 урона. Кстати, тут уже что-то нестабильное у нас вылетает. Возможно, я просто коряво стреляю. Либо у парня чего-то там стоит в плане защитника. Ой, красиво перевернули. Добивочный. Отлично, отработали. Теперь можно где-нибудь тут овердрайв юзать. По изитке прям. И по хопперу. Отлично. Еще одному хопперу тестли. Изитке. Еще одному хопперу пробовать. Отлично. Просто невероятно. Вот молот, конечно. Дают разработчики. Ну, хоть за что-то я рад. Реально, разработчики постарались, решили задачи хоть и спустя месяц. Но теперь реально можно играть на этой пушке и получать удовольствие. По крайней мере, я любитель данного вооружения. И сейчас я никогда раньше играл. 46 кило, парни. За сколько получается? 9 минут? Даже 8 с половиной. Но, по-моему, мы успеваем. Главное, первое место не потерять. Потому что там парень прям находится рядом. Ой-ой-ой-ой. Дробью. Нифига себе. Я прочитал момент. Неплохой. Я видел, конечно, парень, что стоит. Но прям не рассчитывал, что дробью я его смогу слить. Ай, мне слили. А он еще играет на кризис, что ли? Мамонта. Кризис. И он по киллам столько же имеет, как я. Конечно, он где-то дэлит, наверное, нажал. Поэтому, либо самоничтожился. И много отстает. Хотя килл чуть больше. И последний. Красивый. Первое место, парни. Ну, просто рад. 6900. Кристаллов, конечно, не так много получил. Вроде ультра-акент у нас, да? Как я не ошибаюсь, если... Ну, красота. Просто невероятный молот. Честно, остаюсь довольным. Невероятно как. Поскольку я любитель реально молота. Мы даже забежим в профиль мой. Посмотрим. Да. Молот у меня на первом месте. Хоть и часов... Хотя часов, наверное, максимально количественное игрное. Возможно, опыта не так много. Потому что на многих пушках, которых я играл раньше, я играл в пробитвах. В пробитвах такого колоссальнейшего опыта не давали. Поэтому сейчас, возможно, какой-то пушки будет даже больше. Хотя на ней, может быть, часов на игре нам меньше. Хотя даже такой пушки у меня нет. Жига разве что, да? На Жиге 5 миллионов 700. На Рикэшете 5 600. На Фризе 5 200. И на Молоте 5 700. Практически как на Жиге. Жестко. Хотя, вроде бы, я зачастую играю на других вооружениях. По итогу, в топе находятся у меня Рильзам, Фриз и Молот. Друзья, ну честно, я остаюсь довольным пушкой. А напиши, что вы думаете в комментариях. Довольны ли вы то, что Молот вернули в исходное положение. Может быть, даже еще круче стал. По крайней мере, с лагером. Все отлично. Я рад и доволен сегодня этим вооружением. И могу точно вам сказать и порекомендовать данное вооружение для уничтожения рандома и демо-формата. Кстати, по миссиям быстренько забежим. Может быть, я же чего-то выполнил. Выполнил повышенные задачи. Точнее, повышенные защиты. Справился с ними. И недельные контейнеры тоже. У нас, вроде бы, по идее, с сегодняшнего дня должны были недельные контейнеры быть. Я сейчас не знаю, дали ли их или нет. Но, по-моему, ничего не дали. Сейчас быстренько в контейнеры забежим. Нет. По-моему, их нету. Поэтому, а, бедненька. Ну и ладно, парни. Не забывайте поддерживать данные видеоролики лайком, если они вам нравятся. Также не забывайте писать в комментариях то, что вы думаете. То, что я вас спросил, возможно. И также не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчики. С вами был Immortal Hero. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok